Привет солнышко, я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора и сегодня я хочу вам показать секретики в игре Аватар Ворлд. Я начала понемногу изучать эту игру и поняла, что в Аватар Ворлд на самом деле очень много секретов. Хотя сначала я думала, что их вообще нет. Так вот, сегодня я хочу вам показать очень много секретиков, которые я смогла найти. И это видео будет полезно как и новичкам, так и людям, которые уже давно играют в эту игру. Так что я на 100% уверена, что все из этого видео узнают что-то новенькое. Ну что ж, если вам стало интересно, то скорее заваривайте чаек, приготовьте вкусняшки, но мы начинаем. И первый секретик, который я вам покажу, находится в школе балета. Сейчас я вам покажу, как можно открыть вот этот вот закрытый шкафчик. Для этого мы открываем пианино и делаем так, чтобы пианист очень яростно играл, вот прям вот так вот. И тогда у нас появится ключик. Все, можешь остановиться. Этот ключик, собственно, от этой двери. Та-дам! Внутри находится пуанты, заколка, а также статуэтка, которая нам и нужна. Да, это еще не вся секретка, потому что теперь нам нужно взять вот эту бабушку, которая преподает балет. Даем ей в руки эту статуэтку и смотрите, она превратилась в ребенка. И именно эта девочка изображена вот на этой фотографии. То есть бабушка это и есть вот эта девочка в молодости. Мне кажется, что это очень мило. Для следующих двух секретов нам нужно взять любую салфетку. Теперь идем вот в этот магазин с шариками. Я не знаю, как они называются, поэтому буду говорить так. В общем, заходим. Достаем моего персонажа с салфеточкой. И смотрите, вот здесь в магазине есть вот такое вот очень грязное зеркало. Ой, что происходит? Почему меня переодели? В общем, нам нужно протереть это грязное зеркало. И тогда у нас выпадет подарочек. Давайте посмотрим, что там. Ой, это еще одна одежда. Вот такая вот шляпка вверх и вниз. Ну что ж, довольно прикольно. Точно такая же секретка есть и в магазине для скейтеров. Смотрите, тоже здесь вот такое вот грязное зеркало. Давайте его помоем. И у нас тоже появился подарочек. И в этом подарке находятся вот такие необычные перчатки. Для следующего секретика мы отправимся в пекарню. Здесь находится вот такой вот автомат с напитками. И как вы, наверное, заметили, в этом автомате есть секретка. Сюда нужно вставить три фигурки. И сейчас я вам покажу, где их можно найти. Чтобы найти первую фигурку, нам нужно пойти в киоск с хот-догами. И он находится в холодильнике прямо на самом видном месте. Вторая локация, это у нас магазин мороженого. Фигурка находится тоже в холодильнике за газировками. Забираем. Идем в третью локацию. Ну и третья локация это пиццерия. И вот наша последняя фигурка в виде пиццы. Теперь обратно возвращаемся в нашу пекарню и вставляем все по порядку. Мороженое, пицца и хот-дог. И посмотрите, солнышки, все наши напитки сменились на более интересные. Если нажать на кнопку, то можно все вернуть. Но у нас тут еще также есть такой подарочек. Давайте его откроем. А внутри... Ой, посмотрите, внутри вот такой вот милый фарт с котиком. Мне он очень нравится, я его даже заберу себе. Теперь идем в торговый центр на третий этаж. Здесь есть вот такой автомат с напитками. В котором, конечно же, тоже есть секретка. Итак, запоминайте комбинацию. Сначала нам нужно нажать два раза на оранжевый аппарат. Смотрите, у нас засветились ушки. Теперь нажимаем на фиолетовый. Снова оранжевый. И еще раз два раза нажимаем на фиолетовый. Главное, нужно дожидаться, когда аппарат перестает работать. И тогда уже нажимать снова. И у нас выпадает вот такая вот кепочка. Будьте внимательны, потому что если вдруг вы нажмете куда-то не туда, то у вас все собьется и придется делать заново. Идем на улицу. Для этого нужно просто нажать на перекресток. И чтобы секретка сработала, нам нужно взять Дейзи, ну или любую другую собачку. Дальше, как бы это странно не звучало, заставляем Дейзи сделать свои дела и убираем за ней с помощью специального пакетика. И вот наш подарочек. Так, давайте вот это выкинем, а подарок откроем. Ой, нам дали украшение для Дейзи. Посмотрите, как это мило. Идем в зоомагазин. Смотрите, над аквариумом есть вот такой плакат с рыбкой, который можно отодвинуть. И туда нужно вставить какой-то предмет. Хм, где же его найти? Выходим из локации и отправляемся в дом рыбака. Ну, что не сделаешь ради любимых подписчиков. Смеряем под воду. А вот этот самый предмет. Это вот такие кораллы. Так, давайте вставим его на место. И у нас выпадает вот такой замок для аквариума и новая лежанка для ваших питомцев. Заходим в школу танцев. В этой локации, после Диджея, находится очень много светодиодов, которые мы все должны сделать зелеными. Не забываем также про светодиоды, которые находятся за девушкой. Но после того, как мы все сделаем, эта же девушка должна нам выкинуть вот такую зеленую палку. Казалось бы, зачем нам нужна эта палка, но на самом деле она может посвечивать рисунки на стенах, которые не видны. А если мы проведем палкой в этом месте, то можем заметить время 10-20. И именно такое время нам нужно с вами сделать на часах, чтобы открыть секретку. Если вы не понимаете время, просто поставьте палочки так же, как я, и тогда часы откроются. А внутри будут находиться много баллончиков, которыми можно рисовать в этой же локации. Также одежда, очки, наушники, ну и кулончик. Так, заходим на школьный стадион. Видите, вдоль беговой дорожки находится очень много подсолнухов. Так вот, пока мы бежим по дорожке, нам нужно нажать на все закрытые подсолнухи. Так, вот второй. А вот третий. После того, как мы все сделаем, за кустами у нас появятся вот такие зеленые очки и красивый рюкзачок вместе с пеналом. Снова заходим в магазин с шариками. Возле того же самого зеркала, которое мы протирали, находим вот такой голубой шарик. Даем его чудику, который стоит возле входа, и тогда он оживет. Он становится настоящим персонажем, теперь вы также можете с ним играть или сделать своим другом. А еще чудика можно оживить в торговом центре на третьем этаже. Заходим в макбургер. Кстати, представляете, только недавно узнала, что здесь можно выбирать разные разделы. Я вообще в шоке на самом деле была. Ну ладно, сейчас не об этом. Для того, чтобы оживить персонажа, нам нужно выбрать очень много начинок, для того, чтобы они полностью заполнили все место. И когда мы наконец достанем до верха, то нам выпадет корона. Себе вы ее одеть, к сожалению, не сможете, но зато сможете надеть на бургер, и тогда он тоже оживет. Посмотрите, какой миленький. Теперь это будет тоже ваш друг. Снова заходим в магазин для скейтеров. Ой-ой, кажется, в этом магазине прервало трубу. Давайте-ка им поможем убраться. Берем швабру и скотч у кассира. Теперь убираем лужу и заклеиваем дру в трубе. Ух ты, солнышки, нам за доброту дали еще один подарочек. А внутри золотые перчатки. Идем на локацию кемпинг. Открываем дверцу у вот этой машины. Во-первых, здесь мы можем найти топор, которым можно порубить дерево. Давайте закинем это все в огонь и сделаем его больше. А также здесь можно найти лопату, с помощью которой можно вскапывать вот такие бугорки и находить прикольные вещи. Давайте еще тут вскопаем. Теперь давайте заберем эту лопату с собой и зайдем в зоомагазин. Так вот, в зоне для выгула собак тоже можно найти такие бугорки. В этот раз мне, конечно, не очень повезло с находкой, но если вы каждый раз будете выходить и заходить в локацию, то у вас будут появляться новые бугорки. И после того, как я вышла и зашла несколько раз, мне все-таки повезло, и я нашла вот такую красивую подвеску для персонажа. Дальше я вам покажу, как можно в детском саду сделать все три машинки для детей. Во-первых, нам нужно взять лейку и полить все маленькие цветочки, которые еще не выросли. И на батуте у нас появится первая розовая машинка. Следующая коляска появится, если мы с вами поиграем в крестики-нолики. Та-дам! Вот такая вот машинка-жираф. И чтобы получить последнюю машинку, нам нужно открыть все подсолнухи. С той стороны две и с этой. И машинка появится прямо вот за этими кустами. Все, вот такие вот у нас теперь три красивые машинки, которые вы можете использовать для своих детей. Теперь я вам хочу показать еще один очень классный секрет в пекарне. Для этого нам нужно взять абсолютно любую вкусняшку. Ну, давайте, например, возьмем вот такой тортик. Теперь видите вот этого огромного котика в чашке. Так вот, садимся возле него на стульчик посередине. И теперь используем эмоцию, чтобы наш персонаж заснул. Как прикольно. Смотрите, кот съел наш тортик, и мы получили подарочек. А внутри вот такая кепочка с рыжим котом. Заходим в детский садик. Возможно, это даже не секрет, но все же я хочу вам показать. Для этого нам нужно взять двух детей. Берем первого ребенка и кладем его в эту кроватку. Берем еще какого-нибудь ребенка, например, вот этого. И кладем его вот в эту кроватку. Так, почему ты не ложишься? А, все. И теперь посмотрите, как красиво у нас выглядят стены. По ним плывут всякие рисунки, и мне кажется, что это очень завораживающе. Кстати, если нажать на этого мишку, то эти рисунки можно поменять. Мне кажется, что это очень круто. Особенно, когда ты рассказываешь детям какие-нибудь сказки. Так им будет легче визуализировать. Дальше мы с вами отправляемся в школу. Здесь я хочу показать, как можно найти много вот таких вот фигурок, которые находятся в этой локации. Тоже, первого чудика мы забрали. Теперь нам еще нужно взять магнит. Идем дальше в столовую. Чтобы найти в следующей фигурке, нам нужно присоединить магнитом в нижней ящике. Больше вот таких вот фигурок. Для следующей фигурки нам нужно будет сюда вставить вилку и ложку. Здесь такая вот фигурка рыбак. Дальше берем стаканчик и нажимаем на кнопку до тех пор, пока вода не закончится в кулере. Вот такая вот еще одна фигурка в виде воды. А также фигурка есть вот в этом шкафчике и за этой дверцей. А также одна фигурка есть возле беговой дорожки. Последняя фигурка находится за дверью. Но чтобы ее открыть, нужно вытащить ключик из еды. Для этого много раз нажимаем, и у нас он сам выпадет. Теперь вставляем его в дверь. Внутри будет фигурка в виде кукурузы. Ну а теперь только посмотрите, сколько классных чутиков мы с вами собрали в локации школы. Отправляемся в другой магазин для скейтеров. Здесь находится вот такая трасса, на которой можно покататься. Извините, я одолжу вас с ребенком, мне нужно секретку выполнить. Обещаю, что я потом верну. Итак, берем любого ребенка и садим его в эту машинку. А дальше по этой трассе его нужно просто прокатить. Не успела я за ним проследить, но в общем, когда мы его прокатим, нам дадут вот такой подарочек. А что же внутри? А внутри вот такие вот кеды. Так, это видимо на ребенка, да? Давайте попробуем. Вот такие вот миленькие. Все, спасибо, ребенок мне больше не нужен. Да, вы угадали. Я снова хочу показать вам секретку на третьем этаже торгового центра. Видите этот огромный светодиодный джойстик? Так вот, теперь запоминайте. Чтобы получить подарок, нам нужно с левой стороны сначала нажать на желтую кнопочку. Они, если что, включаются сами. Потом на розовую, снова на желтую и снова на розовую. Далее мы один раз нажимаем сначала на зеленую, потом на синюю, потом опять на зеленую и снова на синюю. И если вы все правильно сделаете, то у вас с неба упадет такая фигурка котика. Ну что ж, солнышко, на этом все. Вот такое видео у меня получилось. Очень надеюсь, что благодаря этому видео вы узнали какие-то новые секретики. А если вы знаете еще какие-то интересные секретики, обязательно напишите их в комментариях. Ну что ж, а на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, а также писать приятные комментарии. А еще не забывайте смотреть мои другие видеоролики, которые вы сейчас видите на экране, потому что они тоже очень интересные. Ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Я всех очень сильно люблю и всем пока-пока.